Сегодня во Владивостоке в 13-й раз стартовал ставший уже ежегодным Тихоокеанский медицинский конгресс. За громким названием скрывается настоящая практическая польза, ведь в задачи мероприятия входит не только презентация актуальных исследований в области медицины, но и обучение новаторским подходам к лечению врачей и специалистов. Программа конгресса составлена таким образом, чтобы осветить, охватить различные области клинической, профилактической, экспериментальной медицины, донести до практикующего врача новейшие достижения в области диагностики и лечения основных заболеваний человека. В этом году конгресс обрел действительно впечатляющие масштабы. В течение следующего месяца организаторы и специалисты проведут лекции и мастер-классы для врачей самых разных областей медицины. Для практикующего доктора есть еще одна весомая причина посетить конгресс. Все пройденные мастер-классы и лекции официально засчитываются государством как повышение квалификации, которое обычно длится месяцами. Главной темой обсуждения конгресса стала проблема, которая в последние десятилетия приобрела в России поистине пугающий характер. Это проблема сердечно-сосудистых заболеваний. В этой области неплохо преуспели китайские коллеги из Харбинского медицинского университета, представив впечатляющий доклад о работе сердечной мышцы и механизмах, из-за которых стареет и начинает отказывать кровеносная система человека. Специалисты из Поднебесной с радостью приняли приглашение организаторов конгресса. Я думаю, что Тихоокеанский государственный медицинский университет неплохо нас поддерживал на конгрессе в обсуждаемых вопросах. И до этого поддерживал много лет. И между нашими научными кругами возникла настоящая дружба. Помимо иностранных гостей, свои работы презентовали и ведущие научные сотрудники, как Дальнего Востока, так и Центральной России. Большой вклад в обсуждение все той же проблемы сердечно-сосудистых заболеваний внесли сотрудники Российской академии наук, предложив новаторские управленческие решения, которые по достоинству оценили и врачи, и преподаватели вузов. С таким страшным недугом, как смерть от ишемической болезни сердца, от инсультов и так далее, здесь есть над чем задуматься. Хотим мы того или не хотим, 50% умирает именно от болезни системы кровообращения. И мы, в принципе, готовы вступить в эту борьбу и снизить остроту этой проблемы, насколько возможно на сегодняшний день это сделать, современными диагностическими, лечебными мероприятиями и созданием системы охраны здоровья граждан от различных заболеваний. Основное направление, заданное для этого и последующих медицинских конгрессов, это повышение уровня образования врачей, ведь именно от их знаний зависит снижение заболеваемости и, главное, смертности не только жителей Приморья, но и всей страны. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.